В Шемкенте разваливается старый жилой дом. Оседать и трескаться двухэтажка начала всего две недели назад. Но за это время стены покрылись гигантскими трещинами. И по словам владельцев, квартир жить там стало невозможно. Люди уверяют, проблемы с домом начались из-за водопроводной трубы. Они требуют найти виновных и отремонтировать здание за бюджетные деньги. Для жителей этой шемкентской двухэтажки родной дом неожиданно перестал быть крепостью две недели назад. Тогда 60-летнее здание вдруг начало трескаться и оседать. Люди уверены, причина в протекающих под домом водопроводных трубах. Мы все вот как на бомбе. Мы все как на плавуле. Потому что аварийку вызываешь, они вот так раскопают труба. Вот труба вот. Вот, вот, вот. Они когда первый раз приехали с Акимата, они что сказали? Мы сейчас быстренько-быстренько МЧС вызвал, Леша, все, всех вызвал. Мы сейчас быстренько-быстренько поедем, все, примем меры. И уехали. А приехали уже с предписанием. Я сказала, никому ничего не подписывайте. Вы собирайтесь и уезжайте, выходите из квартир. А мы будем ремонтировать. Но покидать свои жилища люди не намерены. Несмотря на то, что страшные трещины образовываются и внутри квартир, от ремонтов не осталось и следа, сетуют жильцы. Вот она, трещина. Идет. Вот обои все полупались. В принципе, год назад ремонт делал. Вот они, трещина прям обои рвет. Листочки-маячки на трещинах дома – единственная возможность отслеживать масштабы надвигающейся катастрофы. Переклеивать жильцам их приходится чуть ли не ежедневно. Чиновники, между тем, посоветовали людям провести экспертизу здания за свой счет. Ведь без нее невозможно приступить к ремонту. Комиссия уже 10 дней занимается этим вопросом. Но процедура долгая. Если бы жильцы сами сделали экспертизу, было бы быстрее. Сейчас ждем решения Акима города. Начнется ремонт, найдем, куда временно переселить людей. Пока на этой улице разрушается один дом. Но на очереди еще 10 соседних, уверяют жители. Ведь протекающая труба проходит и под ними тоже. Ирина Абрамова, Бахадур Тажибаев, Виталий Заинтинов, 7 канал, Шимкент.